Испания в числе лидеров по количеству заболевших коронавирусом. Больше 130 тысяч жителей этой страны поразила инфекция. Из них более 12 тысяч погибших. Население находится на жестком карантине. Об этом в своем интервью нам рассказала жительница испанского города Валенсия Виктория Великосельская. Виктория родилась и выросла в Искитиме. В Испанию на постоянное место жительства переехала больше года назад. Про коронавирус ее семья узнала из новостей. Тогда инфекция была распространена только в Китае. Мы не обращали на это все внимания, так как это где-то было далеко, где Китай, где мы. То есть до нас-то не дойдет, мол, это же не у нас. Что нам переживать? Потом это все началось дальше больше. Италия, Франция. То есть мы как бы были спокойны. Люди у нас на это все внимания не обращали, потому что это же не в Испании происходит, а где-то там, в других странах. И когда все это пришло к нам, пришло сначала там в далекие от нас города, то есть мы даже панику не наводили. Потом постепенно люди начали нас предупреждать, именно правительство о том, что берегите себя, одевайте маски, перчатки, то есть старайтесь в людные места, в общественные не ходить. Все поменялось в одно утро, говорит Виктория. С 14 марта у них объявили карантин. Передвигаться по улице разрешили только в случае острой необходимости. Можно гулять с собаками, но опять же только одному человеку из семьи выходить. И так, чтобы не было, что собака целый день гуляет на улице. То есть можно выходить буквально до ближайшего парка. У нас, конечно, нет такого, что на 100 метров от дома. До ближайшего собачьего парка погуляли домой 3 раза в день, имеют право выходить. Мы гуляем на улице, точнее на террасе, на крыше дома. Мы гуляем только так. Мои дети уже почти месяц не видели улицы, не видели парка. То есть из дома нам можно выходить только по необходимости. Это в магазин, в аптеку и все на этом. И то в магазина можно выходить только в ближайшее. Опять же в магазин заходить можно по одному только человеку. Остальные все стоят в очереди на улице на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Все в перчатках, все в маске. Запускают по одному человеку. Он закупается, рассчитывается. На кассе ему выдают дезинфектанты. Обработают руки, то есть при входе дают перчатки. Хоть даже на человеке есть перчатки свои, но дают другие в магазине. И потом следующие заходят. Каждый день в 12 часов дня и 8 часов вечера у нас друг друга все поддерживают аплодисментами. Выходят на балкон, на крыше дома и начинают аплодировать. Минуты две у нас проходят аплодисменты, свисты. Полиция проезжает, нам включают сирену. Включают музыку в громкоговоритель. Ну и в общем такая поддержка друг другу. Все, конечно, уже привыкли. Уже привыкли сидеть дома, находят какие-то занятия, отвлекаются как-то. Первую неделю было очень сложно. Но сейчас уже более-менее лучше, уже привыкли. Уже кто чем занимается. Общаются по телефону, по видео. Когда общаешься с кем-то, переписываешься с друзьями, с близкими, первым делом ты спрашиваешь, ты как себя чувствуешь, здоров ли ты. В России, смотрю, наблюдаю на искитимцев, на своих знакомых, как они все это проводят. Они не понимают просто всей ситуации какие-то. Их посадили на карантин. Они сидят в гостях, отдыхают, ходят на дни рождения, жарят шашлыки. То есть массовые мероприятия они устраивают. Они не понимают еще всей сути вообще, насколько это все страшно, насколько это может затянуться, если сами люди не будут соблюдать меры предосторожности. Хочу обратиться к искитимцам. Люди, пожалуйста, сидите дома, не ходите никуда. Если карантин, если изолироваться от всех, это значит сидеть дома и изолироваться от всех. Берегите себя и своих близких.